Добро пожаловать на канал Europe Play, в этом ролике обзор нового оружейного DLC, которое вышло 16 февраля. Поэтому не забудь поставить лайк, поделиться видосом с другом и оставить комментарий. Устраивайтесь поудобнее и желаю вам приятного просмотра. В первую очередь давайте посмотрим на краткий список изменений и исправлений, которые произошли в обновлении 218. Маску Большой Майк теперь можно вернуть в склад масок. На ствольной патронаж для дробовиков Рейнфилд 880 и Локомотив 12G теперь увеличивает безопасность на 6 патронов, а не на число патронов в полном магазине. Исправлен вылет связанный с установкой брелка на вторичной пиле при выключенной опции модели оружия высокого качества. Исправлен потенциальный вылет клиента в ситуации, когда хост закрывает игру в ходе ограбления. Добавлено описание для винтовки Валькирия, отражающая встроенный глушитель. Исправлена проблема, при которой высокоуровневое оружие, размещенное на первой ячейке инвентаря, не блокировалось на неактивных профилях при взятии ранга Беславия. Ну а теперь перейдем к самым интересным вещам. И первые элементы, которые были добавлены с обновлением 218 являются костюмы от сообщества. Эти костюмы были придуманы сообществом на конкурсе во время Crime Fest в честь десятилетия игровой серии. По результатам которого в игру было добавлено 3 новых костюма победителя конкурса. Костюмы имеют совершенно разные цвета, это розово-белый, желто-фиолетовый и коричнево-белый. Все они бесплатные и доступны во вкладке с выбором костюмов. Кроме костюмов в обновлении 218 также было добавлено 2 бесплатные модификации для всех игроков. Одна из модификаций это глушитель Медвед Р4. Глушитель совместим со всеми пистолетами, пистолетами-пулеметами, как в одиночном, так и в парном исполнении. Но особенность этого глушителя, что он увеличивает стабильность и точность без необходимости наличия навыков на глушителе. Вторая модификация это LCLU Медвед Р4. Данная модификация устанавливается только на пистолеты, как одиночные, так и парные варианты. Из особенностей можно отметить отсутствие штрафа к риску обнаружения на немодифицированном оружии. Теперь перейдем к платному контенту. Набор является четвертым и последним от Гауфонга, а также данный пак полностью посвящен вторичному сфоту оружия. И кроме оружия содержит четыре вида раскраски, которые вы видите сейчас на экране. А именно это вафельное арт-деко, сухой срез, синий штрих, вейп ор вейв. Мне понравилось, что некоторые из этих скинов обладают способностью переливаться во время движения, что выглядит довольно таки круто. Ну а теперь переходим к оружию из дополнения. Пистолет Гекко М2. Реальный прототип данного оружия является пистолет Максим 9. Как и у его реального собрата, данный пистолет имеет встроенный глушитель. Это первый пистолет в игре, который имеет интегрированный глушитель, в отличие от уже имеющихся штурмовых винтовок. Кроме этого, данный пистолет обладает уникальной возможностью откидывать его таким же образом, как мы это делаем при помощи дробовиков, что может пригодиться при прохождении и ограблении стелсом. Параметры данного пистолета вы сейчас видите на экране. Из уникальных модификаций данного пистолета можно отметить лишь ствол, а в целом это оружие может стать прекрасной заменой дробовика любителям стелса. А еще данный пистолет имеет парную вариацию, что в купе с приличным уроном сможет удовлетворить любителей громкого прохождения с пистолетами. Ну а следующее оружие у нас это пистолет-пулемет ВАСП ДиЭС. Реальным же прототипом данного оружия является Magpul FMG-9. Этот пистолет-пулемет является складным, в то же время это выделяется в небольшой минус, так как время экипировки его, то есть убирания и доставания оружия кажется увеличенным, во всяком случае визуально. А из забавных моментов вы могли заметить, что анимация складывания оружия продолжается, проигрывается даже в тот момент, когда вы уже начали взаимодействовать чем-либо. По статистикам у данного пистолета-пулемета можно отметить весьма большую скорострельность, достаточно низкий риск обнаружения для оружия подобного класса, что позволяет несмотря на низкий урон уверенно продвигаться на любой сложности вплоть до смертного приговора. А еще данный экземпляр оружия обладает собственными модификациями, такими как приклад, магазин и рукоять. А эксклюзивные модификации, при установке которых данный пистолет-пулемет преображается как визуально, так и добавляет различные характеристики по параметрам в виде глушителя. Что касается визуального вида эксклюзивной модификации, то на пистолете-пулемете появляется небольшой экранчик, который отображает количество патронов в вашем магазине. И третьим и последним на сегодня экземпляром является дробовик Argos 3, реальным прототипом которого послужил MP-155 Ultima. А вот внутриигровое название походу является отсылкой на игру героя меча и магии Quest for the Dragonborn Staff. Эта игра выходила на приставки PS2. Этот дробовик полуавтоматический с подствольным магазином на перезарядке по одному патрону со следующими характеристиками. Из личных модификаций данного оружия хочется отметить такие вещи как насадка-компенсатор, дополнительный держатель для патронов, что прибавит к переносимому запасу и приклад. Но еще более интереснее смотрится эксклюзивная модификация. Изменяет она полностью визуальный вид данного оружия. Помимо этого добавляется стабильность, а также уникальное ЛЦУ. Своим внешним видом это оружие похоже на то, что было у хищников из одноименного фильма. А для того, чтобы глубже почувствовать себя в роли пришельцев с другой планеты, вы можете установить дополнительный прицел. Например, мы заходим в прицел, находим наш любимый спекулятор и выбираем тип под названием Охотник. Этот тип прицела уже давно существует в игре. Самое главное, чтобы прицел был красного цвета. Также не забудьте окрасить эксклюзивный набор также в красный цвет. Ну что ж, по мне оружейный пак оказался весьма интересным. Еще интереснее, что же нам покажут в ближайшем обновлении. А вы, попробовали новые дополнения? Как вам новое вооружение? Делите свои мнения в комментариях и не забудьте поставить лайк и поделиться видосом. Ну а у меня на этом все. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите на официальный сайт и дискорд. И до новых встреч!